ну что же нам однозначно нужен тогда товар с уже сформированным спросом для этого для этого вот первое что я хочу посоветовать в этом уроке уже по делу идем значит на так называемые ставшие в последнее время очень популярными купонными сайтами желательно идти на крупные потому что на нераскрученные неизвестные не советую ходить потому что там есть такой фактор как накрутка купонов я кстати столкнулся с ним совсем недавно вот когда занимался тоже раскруткой интернет магазинов своего в купонных сайтах там есть это заходишь смотришь как как там акция продвигается видишь значит о 30 купонов уже купили а на деле заказов нет вот я долго сначала думал что такое несколько дней а потом понял что просто они накручивают чтобы люди которые заходят на сайт видят эту акцию думают о так смотрите там уже покупают так давайте и я куплю нет конечно продажи были но просто когда показываю там 30 там 50 купонов а на деле три заказа приходит ну сами понимаете какие из них настоящие какие нет то есть здесь идет накрутка в самих купона тарах поэтому и хотим сразу идем на крупные серьезные такие как беглеон групп он выгода я эти три взял просто для того чтобы вам понять как правильно все это сделать это лидеры на рынке вот тройка лидеров так значит заходим на этот сайт беглеон точка ру и что нам тут надо какую полезную информацию нам отсюда надо взять значит вот смотрите здесь выставлены акции но это наверно все знают проект довольно уже известный и успешный что смотрите допустим цена купона 500 рублей количество продаж то есть нам основные показатели нужны вот цена проданы цена и количество проданных купонов а также желательно выбрать товар с более ну с более высоким средним чеком что это значит но допустим 500 рублей ну средний чек так себе а вот зато например вот здесь 6000 рублей да уже средний чек такой поощутимее 46 купонов доходе продано не 266 но зато в день денег здесь намного более больше ну за вот эту акцию прошло так значит что нам тут надо идем самый низ здесь вот есть такая вот штука вот смотрите прошедшие акции есть видите идем в прошедшие акции то есть это те акции которые уже закрыты и продаж по ним в данный момент нет так значит заходим и смотрим то есть эти акции уже не действует купить нельзя но зато остается замечательная такая статистика на таких сайтах это кстати это не только на беглеоне но еще и на других купонных сайтах как выгода то я перечислял в предыдущем слайде вот смотрите значит смотрим тут допустим 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 ну вот смотрите телефон на так но это реплика айфона 3 393 29 купонов продано результат конечно так себе не скажу что прямо такой высокий повальный вот смотрим другой вот тут видите 1768 купонов продано то есть можно вот эту идею уже брать и внедрять и делать то есть видите спрос очень большой хоть средний чек небольшой но на самом деле услуга очень востребован денег здесь заработать тоже весьма просто будет так идем дальше идем дальше значит смысл в том что нам надо взять во первых вот эту цифру средний чек и количество продаж то есть купонов на цену которая была розничная ну пока не смотрим потому что она зачастую завышена так как эти купонные сайты требуют чтобы сделали скидки как минимум 50 процентов вот если посмотрим внимательно видите тут 50 60 там 75 процентов и так далее но они еще и брут комиссию с организаторов акции то есть бизнесменов уже непосредственно то есть какой-то магазин там решил там какой-то товар или услугу предоставить и как как объяснить ну он выплачивает им комиссию этому сайту еще точнее сайт принимает деньги а потом за минусом комиссии выплачивает магазину основную часть ну там по договору вот таким образом берем здесь довольно много листов берем штудируем этот сайт смотрим какие товары нам по душе берем как можно больше продаж сначала то есть там 200 300 500 продаж смотрим какие товары хорошо пользуются спросом вот допустим часы видите 779 рублей 121 купон продан и кстати вот насчет этих часов я уже давно смотрю их очень много продается и эти акции они идут постоянно одна за одной одна за одной берем просто и выписываем себе порядка десяти товаров которые вам больше всего подходят которые вы более менее знаете и он вам больше нравится потому что как я уже говорил повторюсь очень важно важно чтобы вы имели четкое представление о данном товаре и или услуги хотя бы не понаслышке его знали а как как объяснить хотя бы хотя бы пользовались этим товаром и вы его хорошо знаете более-менее потому что вам в будущем будет потом проще его продавать товар либо услугу если таких товаров не нашлось выбирайте любой понравившийся уделите час два своего времени на изучение информации в интернете данном товаре посмотрите обзоры почитайте статьи то есть надо чтобы у вас было четкое представление что вы будете продать продавать и у нас должен получиться такой вот примерно список из 5-10 товаров которые нам более-менее подходит